Прокрастинация, склонность к постоянному откладыванию срочных и даже очень важных дел на потом, для каждого пятого человека обозначает его стиль жизни. Так утверждают психологи. По данным соцопроса, почти 20% респондентов задаются вопросом, как перестать откладывать дела на потом и не затягивать их выполнение. Оказывается, справиться с этой коварной проблемой бывает непросто. Вы часто откладываете дела на потом? Приходится откладывать на потом. Если не знаешь, что делать. Бывает, конечно, ситуации, когда вроде как бы сомневаешься, может быть, оставить на потом, сейчас сделать более что-то срочное и важное. Но опыт показывает, что потом все это еще больше и больше скапливается, накапливается и превращается в проблемы. У нас еще самочувствие какое. Если все хорошо, я бегу, делаю. Стараюсь не откладывать, чтобы вот это не накапливалось. Ну, например, ты отложил одно дело, думаешь, потом сделаю. Потом еще какое-то появилось. И опять отложил. И потом невозможно одолеть эти все дела. Я с удовольствием представляю вам моих сегодняшних гостей. Ирина Шкиль. Психолог, кандидат психологических наук, тренер базовых и трансформационных программ тренингового центра совершенства. И Марина Митчина. Психолог, координатор лидерских программ тренингового центра совершенства. Здравствуйте, милые дамы. Здравствуйте. Прокрастинатор или человек, который все откладывает на поток. Вот скажите, эти люди ими рождаются или ими становятся? Ну, ими все-таки становятся. Рождаемся-то мы, в принципе, безотлагательными. И все наши привычки формируются безотлагательно. А становятся ими незаметно. И, скажем так, по накопительной системе. Причина, почему люди становятся прокрастинаторами. У нас есть, в нас, ну, как если бы образно мы говорили, да, что выполненно было даже в том числе и детям. В нас живет, скажем так, человек разумный. В мозгу, мозг, человек. И в нас живет часть такая, которая хочет безотлагательно, вот прямо сейчас хочет удовольствия. При этом она не хочет ничего как-то вот делать такого, чтобы получить удовольствие. Но получить удовольствие просто так. Она хочет и незамедлительно. И вот когда мы рулим жизнью, мы понимаем, что для того, чтобы получить удовольствие, иногда нужно приложить усилия. И даже прикладывая усилия, если мы втянулись, скажем, в это усилие, и мы вовлечены в то, что мы делаем, тогда мы получаем удовольствие даже в процессе. Но уж в результате мы получаем удовольствие по полной программе. Да, почему? Потому что мы имеем на это право. А вот эта часть нашей личности, ну, или часть мозга, она говорит, я, мне все равно, имею я на это право, не имею, я хочу сейчас, хорошо. Как это формируется? Это вот, может быть, дети смотрят мультики всякие. У нас сейчас очень много же, да, вообще, вот это все под словом гаджеты. Мне кажется, вот тут под этим все сказано. Мы получаем там моментальное удовольствие, не прикладывая особых усилий, кроме как нажать на кнопочку. И вот эта привычка формируется. И человек потом говорит, я хочу получить удовольствие сейчас, я потом сделаю что-то. Потом еще раз сделаю потом, а потом еще раз сделаю потом. И формируется некая привычка, как привычка приседать по утрам, например, да, чтобы хорошее было, там, я не знаю, самочувствие или здоровье. Также и привычка откладывать, она формируется незаметно и годами. Что характерно для прокрастинаторов, они перестают планировать жизнь. Ну, например, есть мнимая прокрастинация, есть реальные прокрастинаторы, да. Мнимая – это когда мы вот сегодня отложили на завтра, ну, потому что объективная реальность, допустим, плохое самочувствие, плохая погода, решили покататься на коньках, но вот выпал снег или там что-то наоборот, снег растаял. И мы решили это перенести, но это запланированное действие. И оно реализовывается в ближайшее время. Истинные прокрастинаторы, они не планируют, они делают вид, у них псевдоплавный. Ну, например, день истинного прокрастинатора. Первое – подумать о том, куда бы поступить в институт, посмотреть, какие нужно для этого видео, решить, буду я поступать или нет, придумать, как построить дом. То есть это может длиться достаточно. Это вот прямо списки могут быть очень большие. Но вот, например, решить, куда я буду поступать – это не цель на день, да, то есть это не план на день. Это, скажем так, мнимое планирование. Планирование – это, например, с 9 до 10 я исследую такие-то вузы с такими-такими-то интересующими меня, допустим, параметрами. И, допустим, я решила быть программистом. Да, тогда вот в таком-то и в таком-то вузе я выбираю один из вузов, и такого-то числа, допустим, в 11.00 я подаю такие-то документы. И для этого в моем списке такие-то, такие-то экзамены должны быть сданы, еще что-то. Ну, в общем, какие-то конкретные шаги. Прокрастинатор просто мечтает. И он не конкретизирует не потому, что он не умеет это делать, а потому что он не верит, что у него это получится. То есть за этим идет внутреннее неверение. Неверение в то, что я смогу сделать этот шаг, что меня кто-то поддержит. То есть неуверенность в завтрашнем дне, она идет основой, скажем так. И подкреплением тому являются детские страхи, неудачи какие-то наши жизненные. Вот я хотела спросить, может быть, он просто чего-то боится? Боится, да. Человек на самом деле боится. Сознаваться в себе в этом он тоже боится. Потому что если ты в этом сознаешься, и как только ты это признаешь, с этим нужно будет что-то делать. Когда я этого не вижу, я мечтаю, я понимаю, что это нужно. Причем там бывают банальные совершенно вещи. Допустим, человек приходит на работу и понимает, что ему нужно сделать работу. И для этого у него отведено определенное количество часов. Допустим, 8 часов рабочий день. И он будет тянуть до последнего. И вот когда уже приходит этот самый последний, да, в качестве панического страха, что меня уволят. Или этот последний в качестве того, что жена скажет, что я больше с тобой не собираюсь. Или муж не собираюсь. То есть порицание какое-то такое. То есть тут здесь нужна паника. Если паника, он делает очень быстро свою работу, он делать может. Но делает эту работу, ну скажем так, тяп-ляп, наскоряк, сам недоволен, понимает, что мог бы сделать больше, при этом, если это говорить о работе, заработать больше. Но вот он все время откладывает, потому что вот эта вот непреодолимая тяга его внутренней обезьянки, которая становится у руля его жизни, и привычная, он ее, скажем так, подкармливает, она становится сильнее, сила решения, принятия решения остается за этой обезьянкой, которая принимает решение и получает удовольствие. Ирина проговорила такой пример, что у человека есть задачи на работе, он когда-то делал, может быть, эту работу, например, та же самая работа, как, допустим, звонить по холодным звонкам, человек работает с продажами, менеджер по продажам, он делал уже эту работу, он натолкнулся на несколько отказов, у него внутри уже все зажимается, он понимает, что сейчас возьмет трубку, ему опять скажет нет, что он будет чувствовать в этот момент. То есть, может быть, была какая-то череда каких-то его попыток, которые были неудачными, и на его вот это внутреннее состояние, это такое ощущение, что мне говорят нет, и значит, я уже изначально неуспешный. То есть, этот человек внутри считает себя несчастным, он уже однозначно ориентирован на поражение, то есть, уже говорит о том, что я несостоятельна. И тут это надо обезболить. Да, обезболить чем? Да, чем? То есть, надо что-то такое, ему что-то вкусненькое, какая-то замена. Ну, как вот Ирина говорит, да, он может это сделать, но, кстати, есть и люди, которые делают самые последние моменты, наоборот, получают удовлетворение от того, что я такой герой, я вообще такое преодолел, я вообще это сделал за такой период времени. Я доказал себе, что я могу. Что я могу. Да, что я успешный. Есть, например, другие пропорционеры, которые, например, они все делают, 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 вот как импульсивные такие люди, они сделали самую большую часть работы, а какую-то малую там часть работы, которая сделает какое-то завершение, да, она говорит, как бы, вот это внутреннее завершение, что сделай меня сейчас, как бы, по-хорошему, начал уже делать. Ну, ладно, я сделаю на следующей неделе. И делает это тоже самый последний момент, и не получает удовольствия от того, что эта работа сделана в завершении и очень качественно. Иногда бывает так, что человек, например, планировал поехать куда-то в какую-то прекрасную страну, оформил билеты, сделал себе дорогу, все сделал, а вот место в отеле не заказал. Ну, что, всегда же есть места в отеле, сейчас не сезон, а получается, что он оказывается где-то очень далеко, потому что все хорошие места уже разобрали. То есть он, получается, все сделал, а неудовлетворение тоже остается от этого. А есть, например, такие люди, которые абсолютно не хотят заниматься нелюбимым делом. Ну, вот важно это сделать, это надо, от этого зависит моя карьера, мои дальнейшие какие-то большие результаты, мое повышение, допустим, финансовых каких-то потоков. И надо сделать эту работу, но вот никак я за нее не могу взяться. Что-то сделал, что-то не сделал. Вот как дошел до нелюбимого дела. То есть вот этот момент у них тоже, вот у прокрастинаторов, я сама такая была, я знаю это точно, когда я особенно изучала эту тему, то вот как все хорошо, все ладится, но вот как что-то вот, вот сейчас надо садиться и что-то написать, а я абсолютно не могу печатать, допустим. Вот я открываю этот вот форт, я смотрю на него, как обезьяна с гранатой. И что я делаю? Иду чай попить, иду, начинаю переключать, да, надо о чем-то подумать, какое-то видео включила. А стоит включить какое-нибудь видео, зайти в какую-нибудь страничку, и ты зашел на 5 минут, а прошло 2 часа. Да, 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 то есть 3 часа уже прошло времени. И что начинаешь делать? Начинаешь по факту себя ругать и говорить опять, ну вот опять, все то же самое. Вешать себе внутреннюю яручку. Есть люди, которые получают кайф от того, что, например, они все отложили на потом, и, да, как Марина сказала, собрались, в последний момент сделали эйфорию, и все у меня получилось, да? Ну что в этом плохом? Ну он так живет, ему так нравится. Эйфория не получает, это обманка такая внутренняя получается, как Ирина говорит, что в зоне удовольствия произошла, а дальше потом идет все равно же осознание внутреннее, ты же понимаешь, что ты сделал и как. И они идут в параллели, ну, во-первых, накапливается напряжение. Недовольствие с собой, ну, перерастает потом, ну, это один из возможных вариантов депрессии. То есть это чаще всего так происходит. И если говорить, что как дальше человеку начинает это заедать, запивать и всякие другие моменты жизни. Обвинять других людей, например, в том, что у меня что-то не получилось. Перед самим себя выгораживать иногда бывает, то есть доказывать себе, что я такой. Или впадать в состояние, да, я ничего не могу. Марина сказала, что она тоже была прокрастинатором. Конечно. Главное для прокрастинатора понять, что он... Понять, что ты прокрастинатор. Да, и себе честно об этом сказать. Скажите, существуют какие-то техники борьбы? Если есть вход, значит, есть выход. Рассказывайте. Рассказывайте про выходы. Ну, в первую очередь, я так думаю, что это вера во всё, что ты делаешь. Вот если ты делаешь что-то, нужно однозначно понимать, что это только приведёт к тому результату, который ты хочешь. Вот просто настолько внутри, что если я за это берусь, то это будет. И однозначно второе для меня, это то, что я усвоила внутри, это однозначно делать то, что, допустим, вот я почему прокрастинатор, мне что-то не нравится. Вот мне что-то не нравится, значит, нужно это сделать интересным. Либо придумать ему какое-то интересное там, ну, какое-то название. Название там, действие какое-то, да, обязательно награду какую-то. Вот если сейчас я это сделаю, то потом я объемся мороженого. Брикет большой мой будет. И однозначно, ну, вот эта вот импульсивность, которая внутри у нас возникает, мы иногда сам большую работу сделаем, а детали оставляем на потом. Вот это, конечно, благодарить себя за это, брать рамки определённые, ставить цели так, чтобы они были ориентированы точно во времени. И начинать, я думаю, всё-таки цели делить на маленькие частички. Слона едят по кусочкам, потому что когда ты видишь большую цель, тебе страшно её начать, страшно её кончить, страшно её делать. А когда начинаешь делить её на дробные части, и каждый день какая-то маленькая частичка этой задачи решается, ты понимаешь, что шаг за шагом это такая лесенка успеха, такая спираль успеха, что ты сегодня сделал отлично, классно, второй день, третий, и ты чувствуешь, да, я могу. И от этого получается ещё больше удовольствия. Да, я не прокрастинатор. Марина ещё о такой достаточно лёгкой форме прокрастинации говорила, да, что, скажем так, львиная доля работы сделана, но есть люди, которые не начинают. Вот здесь гораздо сложнее им. И с ними нужно сесть и прописать, то есть нужно разобрать их цели на маленькие как раз составляющие кусочки, то, о чём говорила Марина. И начать нужно именно сейчас, называется, ты ровно в 9.00 открываешь эту книгу и учишь эти два английских слова. В 9.00 ты не пьёшь чай, в 9.00 ты ещё ничего-то, то есть время здесь нам помощник серьёзный, да, то есть расчесовка по времени даёт прокрастинатору, причём небольшими всё-таки дозами, да, это лекарство подаётся, потому что он не сможет, он может не смочь сразу включиться в процесс и получить удовольствие от самого процесса. Но когда время увеличивается постепенно, и человек постепенно, это вот как, знаете, не мог, не мог начать, потом начал, тянулся, и пошло, и удовольствие от работы, и после работы я совершенно официально себе заявляю, что я могу сейчас сесть и посмотреть этот фильм, потому что я сделал дело, да, то есть вот здесь для истинных прокрастинаторов, очень часто сам старт сложен, и здесь их нужно поддерживать, конечно, и всегда здорово, если есть рядом человек, который может выступить в роли куратора, который будет пошагово как-то мягко напоминать о том, что он может быть давай, и вот сейчас, и главное, чтобы оба были вовлечены оба в этот процесс, не один контролёр, а другой как бы подчинённый, а рулит всё-таки процессом тот, у кого прокрастинация, а не тот, кто с ним живёт. Ведь на самом деле завершение даёт же нам много сил, идёт некий такой возврат энергии, всё, что ты туда вложил, это ты получаешь. И когда человек, прокрастинатор, получает несколько раз вот этот опыт прохождения до конца, опыт получения удовольствия, причём тут уже длительное удовольствие, там-то сиюминутное, а здесь длительное удовольствие, он сам начинает вовлекаться в этот процесс, через какое-то время уже формируется новая привычка делать что-то безотлагательное. Ну, конечно, она такая самая выгодная, потому что это и в работе всегда выгодно, да, и в отношениях. Сегодня сказать о любви, там, я не знаю, сделать, починить полочку, приготовить что-то вкусненькое, или когда-то это, когда уже отношения стали уходить, при убегающем поезде прибежать всё перемыть, накрасить брови, красиво сесть. А уже никого нет. Да, уже смысл, да. Такие ещё люди, которые вот любят визуализировать, вот они, допустим, садятся и начинают медитировать и визуализировать. Я хочу вот такую машину, например, и такую квартиру. Вот, и они только визуализируют. Всё уходит только вот на, вот именно на это. На иллюзию, да. Никакого плана действий нет, никакого ориентации там по времени нет. То есть люди живут в каких-то, ну, своих мечтах, своих каких-то иллюзиях в определённых. Прокрастинатору иногда надо помочь в этом моменте, то, что ты вначале говорила. И самое главное, чтобы они начали действовать. Сейчас, причём. Сейчас, первый шаг. Потому что если ему делать, ну, скажем так, загашник на год, он через год начнёт делать сейчас. Ему нужно кирпичик положить сегодня, и завтра в его расписании лежит совершенно конкретное действие. Положить ещё один кирпич. И ещё два слова по-английскому. Ну, всё, всё. Ну, слушайте, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Спасибо. У вас нет отношений или вас не устраивают существующие? Сложно что-то начать или страшно изменить? Приходите, и на тренинге мы вместе с этим разберёмся. Тренинговый центр «Совершенство». Телефон в Самаре 8-919-817-8017. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова